Ты сидишь на туалете, одновременно жаришь макароны и принимаешь душ. Очень сложно, очень сложно, очень и очень и очень сложно. Бесит страшно, просто ужасно, это прям... Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Для тех, кто впервые на моем канале, меня зовут Аня. Я уже больше 10 лет живила в Франции, 10 из которых я прожила в Париже. И вот буквально почти 4 месяца назад мы приняли решение покинуть Париж и уехать в небольшой город Байона, который находится на Атлантическом побережье. Байон, побережье Франции на границе с Испанией. И здесь на канале я делюсь своими буднями, своими мыслями, своими влогами с путешествий. Поэтому, если тебе интересно, то продолжай смотреть. И подписывайся. Это вторая часть видео про плюсы и минусы жизни во Франции. В прошлом видео я рассказывала плюсы, я оставлю ссылку где-нибудь здесь. А сегодня настал черед рассказать про минусы и про моменты, которые стоит учитывать, если вы планируете переезд или просто какое-то долгосрочное проживание во Франции и не имели никакого предыдущего опыта жизни здесь. Поэтому, если тебе интересно узнать, что же такого плохого в жизни во Франции, то продолжай смотреть. Первый минус, о котором, наверное, упоминает абсолютно каждый человек, который каким-то образом касается темы плюсов и минусов жизни во Франции, это французская бюрократия. Она, мне кажется, не кажется прям супер страшной тем людям, которые привыкли всю жизнь делать какие-то визы для поездок в другие страны и так далее. Тем не менее, у французской бюрократии тоже есть своя специфика. Есть какие-то документы, которые просят только во Франции и ни в каких других странах. Поэтому обязательно нужно читать весь список документов, которые вам дают, и дословно его следовать, не пропуская ни одного момента. И еще один совет, как жить с бюрократией, это снимать копию всего, будь то ваш зарплатный лист, хранять все фактуры на электричество, хотя бы даже просто на компьютере, потому что получить копию от той или иной инстанции довольно сложно, долго, муторно. Поэтому я действительно советую всем сохранять копии своих документов в какой-то отдельной бампочке. Минус номер два, который плавно вытекает из бюрократической Франции, это огромное количество бумаги во всем. Франция действительно до сих пор осталась страной, в которой большая часть каких-то транзакций, сделок, контрактов, фактур приходит к тебе в бумажном виде. И зачастую это все происходит по почте. И помимо того, что это не экологично, так это еще и зачастую нужно хранить, потому что, как я уже упоминала в предыдущем пункте, иногда бывает очень сложно получить копию какого-то документа, который тебе нужен у соответствующей инстанции, а без нее у тебя не получится что-то сделать. Сложными и запутанными словами о том, что Франция пока что только стоит на пути нумеризации, я думаю, что после пандемии ковида как-то это все ускорится, дело то, что больше можно будет делать все-таки не почтой, а обычным имейлом или каким-то аппликейшенным приложением. Но пока что это одна из больших проблем в том, что везде то, что без бумажки, это какашка. Третий минус это то, что французы довольно расслабленные люди, причем расслабленные не только в хорошем смысле, когда они действительно умеют расслабляться, отключаться и круто отдыхать, а расслабленные даже в моментах, связанных с работой. Понятие срочности, оно потихоньку входит все-таки в профессиональную жизнь, но понятие срочности, оно немножечко растянутое, то есть если что-то срочно, то оно будет сделано через пару дней, и это не считая выходных. А если что-то супер срочно, то это будет сделано не раньше, чем завтра. Плюс к этому очень часто бывает так, когда вы, скажем, находитесь в каком-то обсуждении проекта или в какой-то активной переписке, а потом просто в какой-то момент от человека, с которым ты вот сейчас в ВКонтакте, приходит уведомление, что он, например, ушел в отпуск на 2-3 недели без какого-либо доступа к своим имейлам, и, следовательно, все, что вы делали до этого, оно становится как бы на паузу на вот время его отпуска. Это, естественно, не везде. Я думаю, что много людей, которые со мной поспорят, что сейчас все больше и больше появляется действительно очень классных профессионалов, которые и предупреждают, если они как-то уходят, либо передают свои дела своим коллегам. Но, по крайней мере, когда вот какое-то время назад я работала в офисе, где была вот именно такая классическая корпоративная структура, я сталкивалась с этим достаточно часто. Особенно так, как я работала между двумя рынками, между, скажем, рынком СНГ и вот России, Украины, Казахстана, там, где люди любят срочность, где люди любят, чтобы было что-то сделано быстро, и вот французским рынком, где как бы все брали время, чтобы вот ответить на какой-то вопрос. Это был достаточно сложный момент. Объяснить французу, что что-то действительно срочно. Я думаю, что такое отношение к работе, оно вытекает вот из вот этого заезженного выражения про французов «работают, чтобы жить, а не живут, чтобы работать», и что, в принципе, достаточно здоровое отношение к работе, если честно. То есть я со временем сама уже стала как-то более медленно, что ли, работать, точнее, работать без ощущения того, что если я сейчас срочно не сделаю, не пожертвую там своим личным временем или не возьму с собой свой рабочий телефон на обед, что ничего страшного на самом деле не случится. Что еще меня немного беспокоит, не то, что беспокоит, но вот еще один момент, который мне кажется достойным внимания, говоря о работе французов, это то, что мне кажется, что в некоторых предприятиях, в некоторых офисах есть проблемы с иерархией. В том плане то, что, опять же, Франция очень социальная страна, где все равны, и как бы нет такого строгого менеджмента или строгого авторитета. То есть, как бы, даже если ты босс, ты как бы не можешь попросить что-то сделать срочно, очень как бы настойчиво и так далее, потому что работник может оскорбиться, может на тебя нажаловаться, вот, и как бы считает, что мы здесь все равны, и хоть ты мой босс, но тем не менее, как бы у меня есть какие-то тоже свои личные интересы и приоритеты, вот, и ты как бы не вправе мне тут прям в такой вот форме диктовать, что и как делать. Так, четвертым минусом у нас будут все вопросы, связанные с жильем. И здесь я хочу сказать, что я сейчас буду говорить исключительно про Париж, потому что мои основные моменты поиска или аренды жилья, они все были в Париже, поэтому, к сожалению, я, кроме вот последнего, я здесь в Байоне, но здесь все прошло довольно легко. Жилищный вопрос в Париже, он страшный. Страшный. Люди, которые как-то сталкивались с поиском квартир в Париже или просто немного знают про это, прекрасно себе представляют, насколько спрос на жилье в Париже выше, чем предложение. И наверняка многие слышали эти ужасающие истории про мини-квартиры в 9 квадратных метров, где, грубо говоря, ты сидишь на туалете, одновременно жаришь макароны и принимаешь душ, и как бы все это вот в этих вот 9 метрах за это ты платишь, я не знаю, 700 евро в месяц, и все это находится на последнем этаже без лифта. Но, тем не менее, как бы это действительно до сих пор существует. Предложение жилья более или менее адекватного в Париже, оно зачастую не опускается ниже 1000 евро за месяц. При том то, что у тебя будет совсем небольшая квартира, очень часто она может быть либо темная, либо какая-то сырая, либо какая-нибудь холодная, потому что центральное отопление далеко не всегда бывает в парижских квартирах. По крайней мере, у меня никогда не было центрального отопления за все 10 лет, что я жила в Париже. Более того, к этому ко всему добавляется то, что спрос гораздо выше, чем предложение, поэтому даже на какие-то абсолютно маленькие и неуютные квартиры спрос все равно огромный. Ты когда приходишь смотреть эту квартиру, ты становишься в длинной очереди с таких соискателей, как и ты. Плюс нужно иметь очень серьезное досье, то есть это документы. Нужно иметь приличную зарплату. Зачастую зарплата должна быть в три раза выше, чем стоимость месячная твоего жилья. Плюс ты должен иметь французского гаранта, и ты должен ставить в залог от одного до трех месяцев стоимости жилья. Сейчас как бы это все немножко меняется. Я знаю то, что банк, по-моему, может выступать в качестве твоего гаранта, потому что иностранным студентам это действительно очень сложно, потому что большинство французских арендодателей, они не принимают иностранных гарантов, то есть твои родители, которые проживают в другой стране, в твоей стране, они не могут быть твоими гарантами. Но сейчас как бы это все-таки как-то эволюционирует, все больше и больше появляются агентства, которые помогают иностранцам снимать долгосрочные квартиры, не имея французского гаранта. Плюс сейчас Airbnb делает эти долгосрочные аренду квартиры. То есть сейчас это как-то становится все более и более адекватно. Но тем не менее, это никак не меняет того, что спрос, он гораздо выше в Париже, чем предложение. И то, что жилье адекватное, красивое, которое будет действительно нравиться и устраивать, найти очень и очень и очень сложно. Минус номер пять, и это забастовки. Суперизвестное клише, и одновременно не клише про французов, это забастовки и то, что французы постоянно бастуют. Это действительно правда. На самом деле, в последние полтора года мы как-то это особо не чувствовали, потому что была пандемия, и как-то все, в принципе, было поставлено на паузу. Но вообще, да, огромный сюжет для обсуждения во Франции — это забастовки. И, с одной стороны, когда ты смотришь на эти забастовки, и когда они как-то влияют на твои личные планы, когда ты там не можешь вовремя добраться до работы, или когда ты, когда бастуют аэропорты, ты не можешь вылететь там на каникулы. Это, конечно, бесит страшно, просто ужасно. Это прям злость. Но в долгосрочной перспективе, если посмотреть на, как бы, историю забастовок, историю всяких бунтов, это именно вот эта суперактивная гражданская позиция сделала Францию Францией той социальной страной, в которой при случае беды, которая может прийти к кому угодно, ты не останешься один. Минус номер шесть — это сложность находить французских друзей. Это действительно большой вопрос, потому что только если ты не переезжаешь, скажем, к мужу, у которого уже есть сформированный круг друзей, и ты просто, естественно, в него вливаешься, и потом потихоньку обрастаешь какими-то собственными личными знакомствами, очень сложно попасть в какой-то круг французов, или найти действительно настоящих друзей французов вот так вот просто. Это действительно требует очень больших усилий, требует активного желания от тебя, то есть ты должен звонить, приглашать, постоянно как-то быть на связи с людьми. Мне кажется, что лучше всего, естественно, обрастать вот такими вот французскими друзьями в университете, потому что вот эта боль учебы, как-то ваши вот эти вот совместные сложности, которые вы встречаете в течение учебного года, ну и плюс то, что вы все-таки находитесь практически целый учебный год как-то вместе бок о бок, работаете в группах, работаете вместе в библиотеке, это как-то все вас сближает и позволяет как-то формировать свой круг друзей. Но если, скажем, вы переехали по какой-то другой причине, там не замуж, не в университет, то действительно во взрослом возрасте довольно сложно формировать свой круг общения, и тут я бы сказала, что Франция тоже удобна тем, что здесь огромное количество различных ассоциаций, клубов по интересам, и что мне кажется, это было бы интересно найти какой-то вот как бэкграунд, рамку общих интересов с какими-то людьми, то есть это может быть какой-то спортивный клуб, это может быть какой-то благотворительный фонд, где вы могли бы помогать, это может быть даже элементарные занятия йогой, где вы смогли бы найти людей, которые похожи на вас по каким-то своим ценностям и интересам в жизни, и потихоньку вот так вот обретать свой круг французских друзей. Но это достаточно сложный момент, над которым нужно иметь в виду, что придется работать. Минус номер семь — это зацентрализованность Франции на Париже. На самом деле Франция очень сильно зацентрализована на Париже, как в плане бизнеса и работы, то есть практически все компании имеют свои офисы в Париже, и ты должен быть там какое-то время в году, чтобы не выпадать из обоймы. Во-вторых, транспортная система, я имею в виду вот именно по Франции, скажем, железнодорожная, да, вся система, она супер зацентрализована на Париже, и зачастую, если, скажем, ты хочешь ехать на поезде с запада на восток, то тебе придется сделать вот такой вот огромный круг, подняться до Парижа, и потом заново спуститься на противоположную сторону, потому что зачастую железнодорожное сообщение между западом и востоком, оно очень лимитированное, то есть его очень мало, и это очень долго, вот, в то время как из Парижа ходит большое количество высокоскоростных поездов, что действительно будет быстрее, проще и комфортнее доехать до Парижа и сделать такой треугольник. Но, тем не менее, я хочу отметить, что, мне кажется, Франция все-таки не настолько зацентрализирована на Париже, как, скажем, Россия на Москве, потому что в Москве прямо какое-то огромное сосредоточение всего, и если ты хочешь как-то преуспеть в жизни, ты вот прям должен, такое ощущение, что быть обязательно в Москве. Во Франции это все-таки не совсем так, потому что есть отдельные индустрии, огромные индустрии, такие как, скажем, винная индустрия, ресторанная индустрия, там, индустрия парфюмерии и косметики, где ты, в принципе, вообще не обязан быть в Париже, если ты не работаешь в главном офисе каким-нибудь менеджером или там продакт-менеджером, я не знаю. Для индустрии вина, в общем, подходит Бургонь или Бордо, если какая-то ресторанная индустрия, гастрономическая столица Лион, для туризма очень здорово подходит Лазурный берег или Прованс и так далее. Но, тем не менее, нужно быть готовым к тому, что даже если тебя все устраивает, и ты работаешь в каком-то другом городе, зачастую все-таки твоя зарплата будет на 15% ниже, чем на идентичной позиции она бы была в Париже. Следующий минус — это безопасность. И здесь оговоркой я опять буду говорить именно про Париж, а не всю Францию в целом, потому что, как бы, опыт каких-то не очень моментов у меня был чаще всего в Париже. Действительно, в Париже огромное количество карманников, супер изобретательных. В Париже и в пригородах в основном есть районы, в которых ты прям себя чувствуешь не в безопасности. Есть районы, которые ты проезжаешь, например, когда едешь в аэропорт, и видно какая там разруха, какое там гетто. Какие-то присвистывания на улице, сальные комментарии, приличное количество людей, которые немножко шальны, что-то орут или выкрикивают тебе, или какие-то городские сумасшедшие. Все это делает жизнь в каких-то моментах в Париже достаточно волнительной и, как бы, волнительной не в хорошем смысле. Минус номер 9, один из моих самых любимых, это, я назвала его скрытый этикет и second degree. В Франции это прям очень сильно присутствует, вот этот вот скрытый этикет и особенная манера начинать какие-то разговоры или, скажем, манера профессиональной переписки. Есть прямо четкие шаблоны того, как это должно происходить, иначе ты просто будешь не понят или, хуже того, воспринят, как будто бы ты с какой-то агрессией идешь к человеку. То есть, например, в переписках или в имейлах есть прямо целые готовые фразы, как начинать имейл, как его заканчивать, как сделать так, чтобы твой имейл, грубо говоря, из компьютера не орал на того, кто его получает, а этот получитель понял, что ты к нему относишься с уважением. Даже если какой-то вопрос суперсрочный, ты хочешь понаставить там кучу восклицательных знаков или кучу упрощительных знаков, во Франции это прям не делается. Форма переписки, она прям супер такая особенная, да, то есть как бы в жизни мы не разговариваем такими словами, не употребляем те формы, ну, то есть мы употребляем, конечно, те формы глаголов, но как бы профессиональная переписка это что-то, чему действительно стоит поучиться, это не что-то сложное, но как бы у нее есть особенности. Я не знала, например, о том, то, что манера писания имейлов настолько важна во Франции. Или другой момент, это как, скажем, подойти к человеку на улице, если в каком-то незнакомом городе ты потерялся и хочешь что-то спросить. Я, например, если бы переводила в своей голове просто русское какое-то выражение, с которым я бы подошла к человеку в каком-то русском городе, я бы сказала, извините, могу ли я вас спросить то-то, во Франции это как бы вообще не работает. Если ты подойдешь к кому-то и скажешь экскюзима и начнешь что-то говорить, он тебе сначала скажет бонжур, очень так как бы навязчиво, что из серии почему ты сначала со мной не поздоровался. Потому что сначала нужно сказать бонжур, потом сделать паузу, это как приглашение к разговору. Дальше, если человек тебе отвечает бонжур, ты уже задаешь свои вопросы, и у вас как бы идет диалог. А иначе ты будешь воспринять как какой-то невоспитанный человек, который вот так вот просто без спроса вторгается сейчас в мое личное пространство, в мои личные мысли. Более того, есть огромное количество различных тонкостей, нюансов, тонов в голосе, которые создают вот эти вот трудности перевода, и зачастую которые могут заставить людей как-то обидеться на слова своего собеседника, или как-то недопонять, потому что ввиду отсутствия вот этих вот одинаковых культурных референсов в жизни, абсолютно нейтральное выражение может быть воспринято как какое-то обидное или с наездом. В общем, у меня прямо на последнем пункте села батарейка и заполнилась карта памяти, поэтому если сейчас какие-то изменения в звуке или в картинке, извините. На самом деле остался самый последний момент, самый последний минус, и это тот же самый момент, которым я закончила прошлое видео, а именно дешевый качественный винчик. Почему я его в этот раз заношу в минусы? Потому что, как вы знаете, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а во Франции это прям очень легко пойти по этой наклонной дорожке. Подводя итог, я хотела бы сказать, что жизнь во Франции, она, как и жизнь абсолютно в любой другой стране, не является какой-то розовой сказкой, как в Эмилин Пэрис, и не является какой-то черной дырой в холодной темной квартире, когда вокруг происходит куча ограблений и какой-то дискриминации. Правда, жизнь во Франции, она где-то посередине, как и все в нашей жизни, потому что Франция, как и любая другая страна, по сути, это просто фон к нашей жизни, да, действительно, Франция — это безумно красивый фон, но после того, после того, как пройдет вот это очарование первой красивой картинкой, мы как бы сами занимаемся тем, чем мы ее наполняем, и тут очень важно то, на что направлен наш фокус, на что направлен наши приоритеты, что мы стараемся уловить и задержать в нашей жизни, да, то есть будет это какой-то негатив и вечное недовольство тем, что у меня меньше, чем у других, либо же это будет фокус на более положительных моментах, на том, как сделать свою жизнь здесь лучше, фокус на том, какие огромные возможности открываются во время жизни во Франции, да. Хоть моя жизнь может, я не знаю, в Инстаграме или здесь даже в Ютубе показаться какой-то очень светлый, радостный и розовый, тем не менее, в моей жизни, в Париже особенно, было куча моментов, когда каких-то супернегативных, я очень долгое время жила в сырой, холодной квартире, в которой у нас целая стена была в плесени, я жила в другой квартире, суперстарой, в которой щели под окнами были вот толщиной с два пальца, у меня были проблемы с префектурой, меня грабили, грабили даже моих родителей, когда они приезжали в Париж, я уже рассказывала про штрафы, которые у меня были, из-за того, что я как-то плохо заполняла документы, у меня были прям многотысячные штрафы, и это были все достаточно сложные моменты, которые сложно мне было переносить, эмоционально и физически, но тем не менее я считаю, что спустя какое-то время, что все вот это собралось в какую-то общую картину, все уже так перевязалось, положительный опыт, отрицательный опыт, и вот сформировало какое-то мое восприятие жизни здесь, мою жизнь здесь, мой опыт здесь, во что-то единое, и все эти негативные опыты, наверное, все-таки, по сути, были скорее ложкой депти в бочке меда, вот, наверное, про эти негативные опыты тоже стоит поговорить в каком-то отдельном видео, но это уже совсем другая история. Ну и напоследок напомню, что если это видео тебе понравилось или показалось полезным, то поставь, пожалуйста, ему лайк, или поделись с ним с кем-нибудь, потому что это поможет в его продвижении, и больше людей, которым интересен этот сюжет, смогут его увидеть. И спасибо тебе большое, что досмотрела до конца это видео, мне действительно очень важно и очень приятно твое внимание, спасибо тебе большое, и до скорых встреч, пока-пока.